Где у нас стартап котики? Мяу, мяу Как растут стартап котики? Пяу, пяу Кто у нас стартап котики? Мы бестов, мы бест, мяу Станете юной корненой? Да, мы шам здесь не место Друзья мои, всем привет Моя заспанная морда в вашем лице приветствует, во-первых, Александра Который не нуждается вообще ни в каких представлениях Куча народу ты не представляешь, какая написала мне приватно Ой, я спроси его, ой, я спроси его, ой, я спроси его Я сказал, ребят, вот у нас там и так вопросов так много Вот, я тебя очень рад видеть Как ты поживаешь, прежде всего? Да, всем привет Привет, я тебя тоже очень рад видеть Ну, поживаю прекрасно Не знаю там, как ты, экстраверт, справляешься с самоизоляцией А я в деревне, да с семьей, да с велосипедом Уже прекрасно Апрель, май, два там очень хороших месяца для жизни Путешествий немножко не хватает А в остальном вот это прям супер комфортно для меня Ну, то, что ты рассказывал, мне очень понравилось Когда я спросил, окей, как мы по времени Ты сказал, смотри, значит, у меня вот это Вот это выделено на радость и занятие спортом Вот это выделено на радость семьей Вот это с работой И я подумал, черт возьми, вот человек, который правильно организовывает свою жизнь В отличие от меня Это очень-очень круто Друзья мои, ну Извини, немножко задержка Друзья мои, давайте все-таки я про Александра немножко расскажу Прости меня за несколько очень добрых слов от тебя Обычно этот человек оставит в неловкое положение Но я просто скажу Во-первых, если вы не знаете про Александра, вам срочно нужно прочитать Во-вторых, ты уникальный человек вот в чем Ты с одной стороны построил большую успешную компанию С другой стороны решил на этом не останавливаться И двинулся в область, которая, ну и ты, я знаем отлично Такая эзотерическая и странная, венчурный капитал И у тебя ужасно интересное свое совершенно видение Вот того, что происходит Если ты не против, давай я передам Собственно, народ пришел не мою болтологию послышать тебя Давай я передам тебе слово, потому что у тебя очень интересное видение Того, куда все идет В какую сторону все движется И ты очень обстоятельно его Очень обстоятельно к нему подошел Если ты не против, не мог бы я тебя попросить Вот рассказать, как ты видишь, куда идет все сейчас Окей, давай попробуем Ты задал как минимум три вопроса в одном Ну давай, да, давай с актуального, с наболевшего начнем Куда все идет, когда это закончится Я, естественно, не эпидемиолог Я айтишник и венчурный инвестор Поэтому я на это смотрю через призму айтишников И на самом деле айтишника должно быть чуть-чуть проще В этом безумном новом мире Потому что всю дорогу на нас смотрели Как на каких-то ненормальных, сумасшедших Которые там живут в каком-то там мерке Айти вечеринкой и все такое А теперь весь мир, надеюсь, на короткое время Но он оказался, по сути, в нашей шкуре На удаленке, на хом-офисе, во филансе В удаленных конференциях Меня иногда такие оффлайновые журналисты Из деловой прессы спрашивают А вы закрыли уже первую сделку, когда полностью удаленную? Я говорю, да, полностью удаленную сделку Первый раз я закрыл осенью 2013 года Да, я человека увидел только там на втором или на третьем борде Ну, не получилось, то есть не пересеклись Он путешествует, я путешествую Там, таргет рынок Там, у многих моих портфельных компаний в Штатах Если они ко мне в Москву приезжают, я их ругаю Я говорю, вы должны в Штатах То есть мне окей, созвониться с вами по конференку Вы должны быть в Штатах И это правильная форма взаимодействия И теперь я там общаюсь с какими-то крупными бизнесами С какими-то там серьезными Ну, не айтишными предпринимателями и так далее И они все, ну, во-первых, они все уже там же Ну, там же, где и мы с нами То есть в онлайне, во-первых Во-вторых, они, если их там, ну, не знаю Год назад их спрашиваешь Они говорят, ну, там, на хоум офис нам переезжать надо Года полтора в лучшем случае При этом работать невозможно Отменить бизнес поездки невозможно Это вообще работает Если я перенесу своих сотрудников в онлайн Они все бросят работать там завтра уже И теперь они за неделю все как миленькие переехали домой Ну, по домам Они, как удивительно, они работают Ну, опять же, естественно Кто-то работает, кто-то нет Но компании с хорошей корпоративной культурой Они там, ну, не хуже даже работают Некоторые даже лучше Потому что сотрудники получили больше ответственности Больше свободы Они там, ну, вышли из зоны некомфорта офиса И вернулись в зону комфорта дома Ну, понятно, что у каждого разные ситуации Но в большей части нормальных компаниях Home office проходит абсолютно нормально И в том числе в оффлайновых, не айтишных И получается, что вот, по сути, вот эта вот Привычка уже сформировалась То есть привычка 23 дня формируется Уже два месяца, два где-то, два с половиной Абсолютно привычка сформировалась К этому, к этой вот новой реальности Ну, и по сути, вот мир уже никогда не был прежним То есть мы выходим сейчас, слава богу, из карантина В большинстве стран ситуация нормализуется Даже если вторая волна будет Я уверен, что мы к ней подойдем Более подготовленными, менее паникерскими Но при этом уже Один крупный бизнес глобальный Который там почти во всех странах работает Одна представитель большой четверки Он говорит, мы точно 50% бизнес-поедок сократим Мы у нас там 30% сотрудников не вернутся из home office Потому что им комфортнее, нам комфортнее У нас будет офис flexible Ну, и много-много, вот я опять же Я общался с крупнейшим HR-агентством Который тоже работает там в десятках стран Они говорят, сейчас нас разрывают по поводу трех вакансий Логистика, HR и IT Ну, IT все понятно HR, ну, тоже, в принципе, понятно Потому что вот этот вот найм Корпоративная культура управления людьми Которых ты не видишь Это совсем другая идеология И тут вот, ну, собственно, как раз момент есть Которые корпоративные культуры И вот те компании, кто, мне кажется, пробил тоже час Апологетов корпоративной культуры То есть у кого была идея, миссия, идеология, культура Те могут работать в любых условиях У кого этого не было Они компании разваливались как карточные домики И, собственно, важность HR, важность IT Ну, и важность логистики Потому что тоже, на самом деле Не только я про последнюю милю, про delivery говорю Вся структура логистики Она тоже как бы показалась Что, ну, то есть раньше казалось Покупая там, где дешевле Китай Сначала Китай Отвалился Потом сейчас там Многие американские производители говорят Мы лучше будем дорого покупать Но у себя в стране Зато мы будем понимать Что мы в одной регуляторике живем Что нам не обрутят логистические цепочки А завтра мы вообще хотим построить Чтобы, ну, там, условно Все печатали под нас И плюс мы будем создавать агрегаты Которые будут состоять Из минимального количества составляющих Бом, чем меньше И сейчас, я думаю, логистика В результате вот этого кризиса Она перестроится, может быть, еще больше Чем IT или HR Слушай, вот это, да, действительно Так про логистику и не подумаешь Про то, насколько сильно То, что здесь у нас называется Решоринг То есть для тех, кто ты-то это знаешь Для тех, кто не знает Это противоположность офшорингу То есть когда не выводят бизнесы А говорят, окей, ребята, возвращаем Будем автоматизировать Для меня, знаешь, одна из самых интересных историй Еще до кризиса Год назад рассказывала Одна из наших портфельных компаний У них партнер был Victoria's Secret Женское нижнее белье И они приехали на фабрику В Аризоне И огромная фабрика Совершенно огромная фабрика На ней три человека Все полностью роботизировано Я, кстати, искал Думаю, может на YouTube что-то есть Такое Ничего нет То есть вряд ли они прям в секрете Это держат Но вот они особо не рекламируют И вот у них прямо вот три человека И все остальное автоматизировано Роботы шьют все эти там вещи Это очень-очень круто Слушай, а вот мы с тобой изначально продумали Несколько таких важных вопросов И народ возбужденно говорит Давай-давай-давай Давай я начну тогда с первого Что для тебя И может, кстати, оказаться Интересной дискуссией Потому что мы давно с тобой Не болтали на разные интересные темы Что для тебя Вот идеальный стартап Вот стартап, который Ну просто по всем меркам Вау Это суперклассно И наоборот Ну тут же как бы А что наоборот просто ужасный Просто идеально жуткий Ну вот Это очень долгий разговор может быть Давай Я сколько надо, столько давай Сегодня Мы сегодня Там с одним Паундером общались Ну видимо Видимо я его запалю вот сейчас Но после разговора Там аналитик Который тоже присутствовал на разговоре Как бы Наш чат фонда Пишет Блин, если мы в него будем инвестировать Я говорит На прошлой неделе купил машину Я ее продам И тоже проинвестирую Потому что Говорит Жена меня конечно выгонит А при этом Вот Мы поговорили про этого фонда Что какой-то он По-моему Он типа сумасшедший По-моему Он одержим Вот Вот Наверное Основательная команда Которая одержима Своим проектом И Там Некоторые люди думают Что они прям Психи про них Они готовы Машину продать И проинвестировать Потому что Вот Настолько Мне кажется Это Такой очень важный фактор Но вообще Это все про людей Наш венчурный бизнес Это в первую очередь Про людей И Понятно Что Все эти Там Бизнес Ну Как бы Вот Там У меня даже В одной презентации Слайд есть Что Конечно Мы data driving Фонд Мы анализируем Сопоставляем Там Таблички Product market Fit И все остальное Но Как бы Это все мы делаем Если мы Увидели глаза человека И поверили ему Что действительно Он делает это Для того Чтобы Изменить мир Для того Чтобы построить Какую большую историю Потому что Ну Как бы Деньги Ты по-моему Тоже Говоришь Что Деньги Это Если деньги Основной драйвер То Большой истории Не получится Там И у меня Даже были Портфели Компании Которые На миллионе Долларов Условно говоря Останавливаются Ну Или там На трех Миллионах И Говорят Ну И Все Окей Мы теперь Пожить для себя Хотим Условно А те Которые Вот Для которых Жизнь Это работа Вот Они Действительно Имеют Шанс Построить Большую Компанию Ну Хотя Как мы знаем По-разному Получается Но У этих Людей Есть шанс И В таких Людей Хочется Верить Абсолютно Слушай Ну А вот Что Для тебя Признак Ужасной Компании Что Что Для тебя Такой Красный Флаг Или Там Куча Красных Флагов Раз Раз Ужас Да Опять же Есть Есть Список Красных Флагов И там Я тоже Могу их Перечислить Но раз Уж Я там Примеры Провожу Личные Жизни Еще До Карантина Личная Жизнь Я У меня Дома Работа Метро Метро У меня Дом 30 метров Я на Метро В основном Езжу И Собственно У меня Там В офисе Висит Пиджак Бабашка Езжу Я Пуди И так Далее И Собственно Я в лифте Поднимаюсь Сид Слушаю Наушники И Вижу Парни А я В фейтбуке С человеком Задружился Я узнал Что Этот Человек Поднимается Тоже В лифте Ко мне На Питч Дедка В питч И У них Разговор Между собой Ну я Ну короче Они меня Не идентифицируют Я Слушаю О чем Они Подслушиваю Они Довольно Громко В лифте Это обсуждают Ну вот Я сейчас Из Сбербанка Уволился Да Вот Ну ничего Хорошо Сейчас Стартап Он говорит Что там Стоим ремонтом Да Ну там За 13 13 миллионов Утоги Мне ремонт Обошелся Да Я уже Все Закончил Ну сейчас Там Вот Диван Диван Блин Миллион Рублей Представляешь Я уже Думаю Нихрена Семь Диван 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 Тогда Это Гол Наверное 18 Доллар Нихрена Ну и Собственно Все Я Захожу А Ну то есть Там Это было Минут За 10 До встречи Я Собственно Переодеваюсь И Переговорку И он Начинает И он Начинает Мне питчить И я Говорю Хорошо Парни Отлично У вас Трекшн Здесь А что Вы В Америке Нет Трекшн А Таргет Маркет В Америке Но У нас Пока Денег Нет Билет Взять Полететь Хотя Билет Делать 10 Встреч На Лидогенерацию Какая Лидогенерация В Линдин Заходишь Лидогенерируешь Сел Самолет Полетел Ну Нет Вы Не Представьте У меня Даже На Самолет Нет Денег Он Говорит Просто Честно В Глазу Я Говорю Бедный 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 Хотел Ускать Диван Продай Слушай Шикарная История Шикарная История Но Я Тебе За нее Как бы Продам Другую Историю Я В Швейцарии Значит Тут Тусю Со Всякими Инвесторами Говорю В Цюрихе Ребята Швейцарцы Вы же Такие Крутые Все У вас Там Классные Стартапы Подскажите Кого-то Интересного Они Подсказывают Парня Действительно Ужасно Интересный Бизнес Бизнес Очень Интересный Объединить Все Дискаунты Всех Компаний Все Купоны Все Там Какие-то Вместе В одном Приложении Чтоб Человека Автоматом Оно Работало Чего-то Не делаешь Куда-то Не идешь Какой-нибудь Рестальничек И так далее Опа Здесь Бесплатное Пиво Опа Здесь Прикольно Сделано Все Красиво И так Далее Я с ним Встречаюсь Не выдавая Что за Компания Классный Парень Презентация Шикарнейшая Такой Дизайн Просто Все Абсолютно Гениально Значит Он Поднял Что-то Я не помню То 7 Не то 8 Миллионов Франков Почти Все Их Прожег Продажи Порядка 70 Тысяч В месяц После Стольких Миллионов Прожженных И Рост Примерно Ноль Компании Четыре Или Пять Лет Я Конечно В ужасе И я Как бы Пытаюсь Ему Объяснить И он Считается У других Инвесторов Типа Классный Чувак Вот Я ему Говорю Это действительно Классный Чувак В плане Продукта Вот У нас Маркет Фит Все Практически Что ты Говоришь То-то И то-то И я Смотрю Я говорю А почему Вы не Растете Быстрее Так много Денег Он Говорит Мне Сейчас Надо Поднять Еще 10 Миллионов И Заняться Ростом Я Сдерживался Изо Всех Сил Чтобы Просто Там Не Смеяться То-есть Человек Прожег Миллионы Долларов Не Дошел Даже До Миллиона Долларов Продаж И Он Не Спеша Я Смотрю Он Платит Себе Зарплату 200 Тысяч С лишним Другим Я Говорю Для Тебя Главный Рост Нет Что Ты Не Понимаешь Нужно Сначала Выяснить Маркет Фит Пообщаться С Очень Много Всяких Знаю Людей Но Ты И Это Подтверждается Тем О чем Мы Сейчас Говорим В Моем Понимании Такой Человек Который Не Заморачивается Какими-то Бесконечными Всякими Умными Словами Красивыми Описаниями Красивыми Презентациями Ты Человек Который Говорит Надо Брать И Делать Вот В Моем Понимании Поправь Меня Если Не Прав Главное Наверное То Что Такая Может Быть Корпоративная Культура Я Внутри Леты Не Был Конечно Я Так Понимаю Что Все Таки Главное Корпоративная Культура Ребята Не Болтать А Брать И Делать И Заниматься Конкретикой Я Прав Или Я Немножко Упрощаюсь Ну Да Тогда Уж Треть Третья Быль Байка Быль Из Уже Из Маш Байки Да Да В 2000 Я Основал Свой Бизнес Вместо С двумя Партнерами В 2003 Году И Тогда Мы Про Венчур Инвестиции Не Слышали Мне Кажется Никто Не Слышал Может Может Яндекс Тогда Ужил Богославство И Привлек Какие Деньги Но Они Точно Не Назывались Венчур Да Вот И Собственно Я Ушел Из Какой Я Ушел Из РБК Как раз Ты Знаешь Моих Бывших Боссов Из РБК С Партнеры Кемки Инвест Это Фонд Основанный Выход С Владельцем Бывшим РБК Вот Я Ушел РБК С Очень Хорошей Зарплаты У Меня Там Я Зарабатывал Наверное Учет Всех Бонусов Тысяч Пять Долларов Месяц Зарабатывал Ушел На 250 Долларов И Собственно У У Нас Те же 5 тысяч Долларов И Мы Собственно Мы сидели Мы сняли Первый офис Есть такой район Карачарова Про это Вот Гоша из Москвы Слезам не верит Говорил про этот район Что Люди Рождаются Живут И умирают Так и не побывав В Москве Это Сам Капа Который С одной стороны Сортировочный Он Окружен Он Окружен Он Это Восточный окраин Он окружен Железной дорогой Там 40 минут напереди Это Вроде Как Район Внутри МКАДа Но Это Такой Очень Очень Промышленный Анклав Который Очень Таким Вот И там Есть Завод Фрейзер И Сначала В цеху Завода Фрейзер Мы Основались А потом Когда Мы Поняли Что После Первой Сделки Мы Поняли Что Это Невыносимо Мы Приехали В Нитративное Здание Завода Фрейзер И Пару Лет Мы Находились Ну То То Это Тоже Жесть Жесть Была И Видимо Там На Заводе Фрейзеров Я Сформировался Такой Подход О Котором Ты Сейчас Упомянул И Так Элегантно Его Описал Но 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 Он Очень Я Не Уверен Кстати Что Ты Догадываешься Но Он Достаточно Редкий Ты Догадываешься Об Что Это Редкий Я Честно Говоря Вот Так Сильно Об Этому Не Задумывался Я Точно Знаю Что Он Работает Он Работает Лучше Чем Много Других Он Работает Тогда Когда Сложно Опять же Так Получилось Что Я Сам Своей Предпринимательской Карьере Происшел Много Кризисов У нас Банк Лопался И У нас Были Скажем Так Рукотворные Кризисы Когда Там Всякие Сложности С налоговой И прочее Ну Что Только Не Было Россия Двухтысячных Это Было Интересное Место Для Делания Бизнеса Вот И Поэтому Да Этот Подход Он Когда Тяжело Он Работает Лучше Чем Многие Остальные Когда Хорошо Наверное Есть Более Такие Красивые Способы Построить Большую Компанию Но Когда Прям Все Плохо И Надо Прыгнуть Выше Головы Или Выйти В Сложной Ситуации Этот Способ Он Весьма Не Плохо Да Бизнес Особенно Тот В Котором Мы С Тобой Такой Технологических Инноваций Он Полон Людьми Которые Рассказывают Красивые И Красиво Рисуют Графики И Так Далее И Корреляции Между Красотой Этих Графиков И Красивым Рассказом И Реальными Делами Они Не Очень Сильные Я Очень Часто Сталкивался С Тем Что Есть Такой Тип Человека Который Болтать Делать Надо И Он Часто Совершает Ошибки Обламывается Но Дело Делает И Мне Мне Так Кажется Такой Тип Он В И Не На Короткой Дистанции А В Еще Один Вопрос Который Очень Хочется У тебя Узнать Это Вот Ты Довольно Много Лет Уже Довольно Много Раз Уже Инвестировал Есть Ли Что-то Или Какие-то Несколько Вещей О Которых Ты Вот Хотел Бы Чтобы Ты Сегодняшний Имел Там Несколько Минут Вернуться К тебе Бывшему Который Только Начинал Заниматься Венчурными Инвестициями Тебе Сказал Вот Есть Какие-то Вещи Которые Знаешь Как По-английски Изящно Говорится I wish I knew Хотелось Бы Мне Чтобы Я Тогда Знал Жалко Что Какие Да Конечно Есть Как Довольно История Не Знает Основодательного Наклонения Но Прям Одно Правило Которое Я Теперь Соблюдаю Неокосительно Их Много Шишек Любой Венчурный Инвестор Скажете Нужно Набить Эти Шишки Некоторые Некоторые Шишки Видимо Там Нужно Набить Обязательно Самому Чтобы Их Усвоить Я Наверное Это Есть Но Некоторые Ошибки Они Уж Слишком Обидные Уж Слишком Обидные Которые Хотелось Бы Конечно На Чужом Опыте Выучить Но У меня Так Не Получилось Первое Это Надо Инвестировать Туда Куда Ты Понимаешь У меня Была Известная Провальная Местиция В дисплеер Воздушный Экран Шикарные Ребята Да Ребята Шикарные Проект Вау Все Один К Дому Но Только Через Два Года И Когда Стало Понятно Что Все Не Очень Хорошо Даже Совсем Не Хорошо Я Из Израиля Привез В Москву Помню 3 Января Холодина Жуткая И Там Все Как Бы Плохо Привез Человека Который Ну Как бы Собаку Съел На Переводе Стартап Эржеских Разработок В Промышленные Экспорт Ну В Промышленные Серийные Образцы В Израиле Довольно Много Таких Компаний Которые Там Военную Оптику Корейские Фотоаппараты Конвертировали И прочее Микросхемы Всякие И вот Человек Который Прям Неск Мега Проектов Реализовал И он говорит Ну Хорошо Давай Разберем Ты Когда Разбирал Что Думал Про Проекте Я говорю А я Не Разбирал Я Что Там Пойму Внутри Там Я Я В нем Не Копался Я Ничего Я Не Электрон Как Ты Не Разбирал Мы Разложили Там Газеты Разобрали Дисплеер Там Оказалось Тысячу Разных Деталей И он Разбирал И Охал И Объяснял Мне Почему Вот Это Невозможно Марсово Производить Почему Наверное В мире Нету Ни одного Завода На котором Вот Это Ультразвук Инфроред Вода Насок Это У тебя После Самолета Будет Ломаться Сразу Потому Что Она Не Выдерживает Давление Правда У нас Ехала Аэродинамика После Каждого Перелета И он Так Конечно Спасил бы Меня Да Это Прям Просто Базовая Базовая Ошибка Которую Я допустил И Ну Я там Сейчас Про хард Говорю Но Это На самом Деле Относится К любому Аспекту То есть Если Ты Глубоко Не понял Вообще О чем Это То Ну То Ты Играешь Рулетку Тоже Ну Есть Венчур Местер Который Играет Рулетку Я Все Так Люблю Пусть Это Будет Поуже Сегмент Иногда Мне кажется Life Science Блин Ну Это Вообще Ну Я Я Верю Глобально Я верю Что Life Science Будет Очень Большой Там И Геоинформатика И Фарма Все Я понимаю Что Это Следующая Огромная Вещь Но Я В Я Я Я Понял Что Я Ни Понимаю И Что Мне Нужно 5 Лет Учиться Чтоб Начать Чуть В Это Въезжать Я Понял Что Нет Ну Как бы Мне Это Перспектива Не Казалось Я Сам Не Буду Такие Делать Пока Я Не Готов Компетенции Нет В Хармлор Тоже Там Столько Мне Порой Дмитрий Гришин Рассказывает Как Про Ринг Рассказывал Что Просто На солнце Когда Контейнер Едет На солнце Верхний слой Нагревается И Выходит Из Строя Контакты Плавятся Пока Мы Дошли Что Это Просто Контейнер На Солнце Верх А Просто Брак 10 Процентов Логистике Производстве Все Самая Базовая Вещь Инвестируй Если Ты Считаешь Профессиональным Инвестором Инвестируй В то Что Ты Действительно Глубоко Хорошо Понимаешь Есть Правда Обратная Сторона Я Много Лет Руководил Антивирусным Бизнесом Компании Несет Я Как Раз Моя Там Главная Компетенция Это Кибербезопасность Вот У нас У нас Только Одна Сделка Кибербезопасность Я Слишком Хорошо Это Знаю И Поэтому Супер Эксперты Безопасности Они Не Верят Новые Генерации Новые Поколения Безопасности Они Настолько Это Все Хорошо Видят Риски Что Они Консервативны Сами Консервативны А Люди Кто Чуть Хуже Видят Риски Но При этом Понимает Общее Направление Они Эти Риски Преодолевают Неожиданно Ну То Принцип Принцип Напролом Поэтому Тут Есть Вратность С С С Далее Но Она Маленькая Вот Большая Скорона В том Что Надо Хорошо Понимать Куда Ты Инвестируешь Это Залог Повышения Эффективности Инвестиций Во много Много Раз Это Наверное Первое Второе У нас Первые Тоже Еще Один Такой Инсайт Первый Термшит В Израиле Мы Где-то С Четырнадцатого Года Я Стал Ездить В Израиль Тоже Ну Там И В общем Мы Начали Делать Довольно Много Сделок Сейчас Чуть Меньше И Первый Термшит Который Был Подписан Был Подписан С Компанией Эпс Лайер Мы Договорились Обо Все Бутылку Вина Распили Классные Ребята Я Уехал Прошло Две Недели Они Что-то Пропали Посередине Дью-Дила Им Предложил Американский фонд В два раза Больше Оценку В два раза Больше Денег И они Возвращаются Оценка Не 7 Оценка 15 Я Что-то Огорчился И сказал Мне кажется Это Во-первых Так неправильно Поступать Хотя Ребята Я понимаю Сейчас Бизнес Да Во-вторых Мне кажется Это Как Даргомат Хотя Видимо Я мог Была Возможность Попросить Ребята Я Присоединяюсь Окей Поздравляю Ну вот Когда В декабре 19 Года Эпслайер 250 Миллионов Привлек Оценка 1.7 По-моему Миллиарда Ну это Сейчас Увестная Компания У меня Я даже Когда Они Привлекли Раунд Я давно Знал Что они Очень Хорошо Развивались Я Подписи Так что Ну это Тоже Такой Какой-то Урок Ну В любом случае У каждого Фонда Есть Список Список Непроинвестированных Проектов Да Ну тут Мы Как бы Мы хотели Проинвестировать Но В какой-то Момент Отказались Хотя Наверное Если Тут Если Тоже Веришь В проект То Ну С оценкой С оценкой Можно Ну В общем В общем Это Тоже Было В самом начале Мы Не очень Понимали Как Как Правильно Это Все Реализировать Ну И Таких Вот Вещей Которые Рабатываются Только С опытом И Иногда Довольно Дорогие Ошибки Они Это Конечно Есть Определное Количество Сто процентов Слушай Ты Ты Меня Удивил Я Как-то Я Не знал Поскольку Я Знаю Что Ты Спец По Сайбер Секюрити Или Это Сайбер Секюрити Но Я Как-то Уверен Был Что Ты Скажешь Что Вот Я Тему Хорошо Знаю В нее Инвестирую И Для Меня Прямо Знаешь Как Говорится Тейкаут Такой Очень Интересный Что Когда Человек Что-то Знает Реально Очень Глубоко Прямо Фантастика Какая Надо Подумать Больше На Эту Тему То Он Туда Особо Не Инвестирует Потому Что Вы Пришли Ему Я Изучал Я Это Я Это Даже Изучал Вот У Меня Ну Был Ну И Есть Такой Бывший Директор По Безопасности Яндекса Он Еще В МФТИ Лекции Читал Он У меня Евангелистом Работал Саша Матросов Потом И Сет В штаб Квартиру Его Попросили Ветущим Антивирусным Экспертом Он Наверное Один Из Лучших В мире Экспертов По Крутки Одни Из Самых Математически Сложных Вирусов Он Такой Прям Его Переманили Штаты Компания Взлетавшая Компания Сайланс Сайланс Это Новое Поколение Кибербезопасности Активирусы Которые Там Предсказательно Интересно В общем Я не буду Вдаваться Но Он Поехал Компания Привлекала 400 Миллионов Долларов Это Было Там Лет 5 Назад На Тот Момент Это Еще Звучало 400 Миллионов Мало Кто Привлекал И Во-первых Человек Уехал Очень Важный Плюс Мы Много С Акционерами Обсуждали Это И Так Получилось Что На Интересах По Безопасности Сайланс Много Обсуждали И Весь Рынок Говорил Они Хакнули Систему На Вирус Радар Заходят А Вирус Радар Это Площадка Где Все Интивирусные Крупные Команди Договарились Обмениваться Информацией Они Говорят Просто Ее Выкачивают И Но Так Это Не Работает Это Можно В тестах Какие-то Результаты Показать А В Реальной Работе Так Работать Не Будет Весь Рынок Поставил Крест На Этому Сайланс Ну В общем Этот Сайланс Он Занял Типа 40% Американского Fortune Там Его Не то Я не знаю Не то На IPO Ну Короче Компаниям Много Миллиардов Сейчас Стоит При Том Что Ну В общем Подход Подход Имел Право На Жить Хотя Он Был Доже Весьма Весьма Такой Окто Окто В Сан-Франциско Красивейший офис Окто Тоже Все говорили Да нет Да что IDM Oracle Сделал IDM В 83 Году И Весь мир На Oracle Сидит Какой IDM Облачный IDM Да Никто Не будет А все Окто Они Взлетели Вылетели На рынок Взлетели Сейчас У них Огромный Офис Сан-Франциско Не больше Чем У Salesforce Но почти И Я смотрю Там На NASDAQ Они постоянно Растут Даже сейчас В кризис Какая-то Капитализация Но Мне кажется Уже за 10 Миллиардов Да Вот И Тоже Весь рынок Говорил Что Да нет Именно Эксперты Создатели Антивирусных Компаний С выручкой В сотни Миллионов Это Феномен Это Не только Про меня Это Прям Именно И Может быть Это Очень Хороший Феномен Потому Что Иначе Откуда Бы Появлялись Новые Игроки На рынке Откуда Бы Эти Волны Менялись А Если Ты Ты На вершине Ты Построил Антивирусную Компанию Которая На Классическом Антивирусе Делает 500 Миллионов Долларов В год Кто Какой-то Этот Будет Учить Что Он Сейчас Какую-то Революцию Строит Ну Блин Камон Так что Этот Феномен Мне кажется Вполне Логично Объяснить Слушай Это Вообще Ужасно Интересно Вот Эта Тема Зашоренность Эксперта Для Для Меня Любимая Любимая История Археолог Без Не только Археологических Знаний Без Исторических Даже Знаний То есть Он там Несколько Даже Недостоверно Слушал ли он Какие-то Лекции Вообще На эту Тему Просто Торговец Просто Блестящий Чувак Говорящий На 7 Или на 8 Языках Абсолютно Генрих Шлиман Абсолютно Сумасшедший Такой Немец И он Вбил Себе В голову Когда над Ним Все Смеялись Что Есть Надо Его Откопать Или Там Атлантида И все Смеялись Над ним Просто Смеялись Просто Богатый Человек Торговец Заработавший Довольно Серьезные Деньги Он Скал Ребят Смейтесь Сколько Угодно Но Я ее Откопаю И Вот Он Притащил Кучу Этих Ребят С Лопатами Вот Они Все Это Копали Над Ним Издевался Просто Весь Мир Причем Там История Долгая Он Сначала Там Откопал Какие-то Черепки Все Стали Смеяться Что Это Не Те Черепки Потом Он Откопал Какие-то Стены Стали Смеяться Что Не Те Стены Потом Он Откопал Просто Куски Дворца Прямо Настоящего И Сокровищницы И Царские Ну Уже Просто Некуда Было Ити И Весь Мир Экспертов Скал Ну Повезло В голову И Откопал Трою А Недавний Пример Для меня Заширенности Экспертов Еще Более Крутой Если Хочешь Я Тебя Даже Пошлю Надо Будет Запостить Где-то Значит Очень Известный Такой Статистический Сайт Я На него Часто Хожу Он Часто Делает Анализ Разной Статистики Сам То есть Это Такая Удобная Вещь Которая Всю Статистику Собирает Подо место 538 Вот И Что они Сделали Они Месяца Полтора Назад Опросили Порядка Десяти Самых Самых Топовых В мире Вирусных Статистиков Просто Вот Там Знаешь Профессоров Там Гарварда Стэнфорда Берклей И так далее Я не помню Сейчас И значит Просто сказали Им Примерно Не точно А примерно Предскажите Что будет Какое количество Зараженных Какая смертность И так далее И Значит Вот Я просто Я вот запущу Это Я тебя пришлю Ты поразишься Насколько Ничего общего Просто С реальностью Предсказания Самых крутых Экспертов Не имели Вообще Просто Вообще Там Один из них Чуть-чуть Там Тоже Не точно Но так Чуть-чуть Более-менее Остальные Просто В окно Крутейшие Профессора Академики И так далее Так что Так что Да Друзья Шарлатаны Те кто это Смотрят У вас есть шанс И когда Мы вам строго Все равно есть шанс Согласен Александр Абсолютно Потому что Нельзя объять необъятного Слушай Ну и в этом В этой связи Переход Да-да Да Не надо Надо просто Как раз К тому Возвращаясь К предыдущей теме Надо просто Идти и делать То есть Если эксперты Еще что бывает Эксперты сказали У тебя ничего не получится Там Инвесторы не дали денег Ну все Я сел в уголке И сижу Жду Вот настоящий Предприниматель Он плюнет на всех И пройдет Сам всем Все доказывать И Ну там Сделать Какие-то Несколько первых шагов Всегда можно Там без венчинных денег Самостоятельно Там Триф взять И так далее И это Это тоже На самом деле Очень такая Хорошая лакмусовая бумажка Отмечающая Настоящих предпринимателей Одержимых людей От просто Тех Которые решили В эту модную игру Абсолютно Абсолютно Ну это Переводит нас К третьему вопросу По поводу Роли удачи И ты Тот человек Которому точно Этот вопрос Нужно задать Один из моих партнеров Которого ты хорошо знаешь Поскольку он Стоял у истоков РБК Я очень ценю его за то Что когда мы О таких вещах С ним Говорим То он Как человек Добившись Очень-очень Многого Говорит Что да Вот там В этом Или в том Действительно Там в каком-то успехе Была удача Скажи пожалуйста А вот Как ты считаешь Как бы двойной Такой вопрос С одной стороны Какую роль Удача играет Насколько она Важна А с другой стороны Есть ли какие-то Способы Подсказки Предпринимателям Что сделать Чтобы удачу увеличить И наоборот Что люди делают Напрасно И чем они Эту удачу Вероятность Удачи Просто убивают Смотри Да Я считаю Что удача Это невероятно важно Но при этом Я считаю Что Удача Это вот Не какой-то Боже промысел А все-таки С удачей Ну то есть Можно кое-как Воле-менее Работать Надо Увеличением Вероятности Привлечения Удачи На свою сторону Есть Ну Известный Опрос Основателей Там 200 Или 250 Юникорнов Ну то есть Предпринимателей Которые Определенного Успеха Добились И Собственно Им Задали Проста Вопрос Проранжируйте Факторы Которые Привели Вас К успеху Вот там Венчурный Инвестор Там стоит На пятом месте А Хороший Тайминг Ну то есть Правильный Выбор Времени Выхода На рынок На первом месте Ну то есть Правильный Тайминг Это Ну это Отчасти Какая-то Сублимация Удачи В том числе Потому что Для них Тайминг Выхода на рынок Они поставили Выше Чем Команда Основатели Продукты То есть Вот Тайминг Выхода На рынок Ну это Одно Из Факторов Удачи Потому что Все-таки Довольно Если ты строишь Прям большой Продукт Определить Когда Вот Идеальный Мест Идеальный Момент Выхода На рынок Довольно Непросто Ну и Со всем остальным Тоже на самом-то деле Там Ну много Где Ну то есть Понятно Что удача любит Смелых Удача любит Одержимых Упорных Удача любит Тех Ну то есть Просто Чтобы Твой Лотерейный Билет Выиграл Надо Купить Один Лотерейный Билет А лучше Тысячу Лотерейных Билетов Как делают Некоторые А Более Есть же Там Знаменитые Игроки В лотерею Которые Прямо Ну Ждали Вот Когда Вот Это Набирается Набирается Джекпот Джекпот И вот Розыгрыш Джекпот Когда Героятность Удачи Возрастает Они Не Просто Скупали Столько Билетов Сколько Они Могли Скупить И Потом Да Они Действительно Выигрывали И Можно Сказать Что Им Повезло Но Это Такой Если Профессиональный Подход К Удаче Везет Чуть Чаще Чем Всем Остальным Я К К Ремесленной Удаче Отношусь С Большим Пикетом Мне Кажется Удача Должна Ремесленная Абсолютно Да Слушай А это Жел Я совсем Недавно Его Посмотрел Это Был Очень Известный Как раз Тед Ток Мне кажется Может Ты об этом Говоришь Какого-то Очень Известного Инвестора Я забыл У него Миллиардный Фонд И он Сам Миллиардер Насчет Того Что он Пытался Просто Определить По-моему Это То же Самое О чем Ты Говоришь Что он Пытался Определить Какая Составляющая Важная Он Нашел Что 40% С лишним В тот Момент Когда Он Там Airbnb По-моему Приводил Пример Что Типа Вот Как бы Все Сказали Да Ну Кто Будет Доверять Своей Квартиры Кому Это Нужно Но Они Попали В Такой Момент Когда Там Путешествие Все Это Близость Мира Дешевизна Билет Я Сейчас Подумал Слушай А представляешь Если бы Airbnb Не было Его Он Начался Сейчас Просто Все Смерть Компанией Мы Говорили Да Глупая Идея Она Не Пошла И Это Переводит Нас К Следующей Теме Удача Конечно Она Важна И Конечно Есть Способы Увеличить Свою Удачность Но Ты Человек Построивший Достаточно Большую Компанию И В Этой Связи К Тебе Вот Вопрос Как Предпринимателю Почему Огромное Количество Людей У которых Есть И Мечта И Мозги И Тяжелый Труд У них Не Удача Построить Большую Компанию А Небольшое Количество Людей Включая Тебя Большую Успешную Достаточно Большую Достаточно Успешную Компанию Топовую В своем Сегменте Почему Что Что Отличает На твой Взгляд Вот В чем Секрет Того Что Ты Смог Построить Большую Топовую Компанию В своем Сегменте А Огромное Большинство Нет В чем Секретный Соус Ну Мне кажется Мы Сейчас Взломаем Систему Решим Это Уравнение Закажем Эту Теорему По Анкаре Раз и Навсегда Мне Повезло Я Сейчас Объясню Почему Мне Повезло Я Начал Открыл Бизнес 1 Июня 2003 Года Тогда Бизнес Заключался То есть Мой Самый Первый Бизнес Это Продажа Продажа Софта Там Офис Приложения Антивирусы Любой Другой Бухгалтерский Софт И все Остальное Реселлер Разрабатывая Свой Софт В 2003 Году Уровень Пиратства Был 98% То есть Легальный Рынок В России 2% В 2007 Году Спустя 4 года Уровень Пиратства Упал До 70% Рынок Вырос До 30 То есть Рынок Вырос Доля Рынка Выросла 15 Раз И он Еще Рос В объемах Потому что Экономика Росла И во всем Мире Особенно В России Получается Что я Вышел На рынок В тот момент Когда он Начал Расти То есть Мы Четыре Четыре Года Подряд Мы Росли Более 400 Процентов В Году Даже Когда Вышли На Миллионы Долларов Потом На Десятки Миллионов За 5-6 Лет По сути От Нуля До 100 Миллионов Мы Доросли Просто Идеальный Тайминг Именно Для Этого Рынка Именно Тогда Там Слетело Очень Много Софтверных Компаний За счет Пиратства За счет Легализации За счет Роста Рынка За счет Того Что Айти Начала Играть Первая Такая Революция По крайней В России В Штатах Она Раньше Была И Получалось Было Было Довольно Сложно Не Построить Крупную Компанию В Таких Шикарных Условиях Понятно Что Опять Женит Им Это Удалось Многие Пытались Но Да Попробовать Сделать То же Самое В Каких То Других Условиях Ну Условно Если Мы Вышли В 2009 Году На Рынок Я Думаю Что Нам Было Ровно С Тем Ж Предложением Но Я Думаю Ничего Не Получилось Даже Несмотря На То Какие Мы Все Были Умные Упорные Одержимые Классные Приниматели Там В 2009 Нам Было Другой На Рынок В 2015 В 2020 В 2004 То есть Все Таки Ну Как Я Порассказывал Про Уникорные Сейчас Тебе Тоже Такой Ответ Что Тайминг Это Наверное Номер Один Ну А дальше Там Команда Наверное Все Номер Два То Очень Важно Опять Ну Я Сейчас Тоже Любил Когда У Стартапа Неск Фаундер У нас Было Три Фаундера И При Этим Эти Фаундеры Отвечали За Разных Три Разнонаправленных Человека И Нам Это Очень Помогало Вануть Очень Быстро Когда Каждый Каждый Работает И При Этим Не Конкурирует А Каждый Развивает Свой Сегмент Это Прям Очень Важно И Это Давало Возможность Себе Не Останавливаться И Не Ставить Эти Костыли Потому Что Иногда Если Классный Бездев Ты Бежишь Тащишь Свою Компанию А СТО Нет У Тебя Ну Или СТО Не Такой Классный И Он Не Фаунд Не Так Переживает Не Так Работает 24 Получается Что Ты Компани Вытащил Под Продуктом Костыли Стоят Тебе Надо Эти Технические Долги Потом Отдавать Если У Бездев И Там Маркетолог Наверное Это Прямо Стартап Априори Гораздо Гораздо Имеет Гораздо Более Сильные Стартовые Позиции Но Это Не Значит Что Соло Фаундер Это Надежная Стория Соло Фаундеров Другие Преимущества Могут Быть Структура Построения Компании Ну Вот Мне Кажется Когда Нес Фаундеров Это Такая Более Интересная Конструкция Но Это Может Опять По Своему Опы Слушай Александр Ну Все Равно Я Согласен С тобой Насчет Тайминга Но Я Уверен Что В тот же Год Вместе С тобой Тысячи Компаний Стартовали Просто Тысячи И Как Минимум Наверное Сотни Пытались Делать То Самое Что Сделал Ли Ты И Твои Партнеры И У них Не Получилось То Все Таки Наверное Что То Вы Делали Правильно Чего Другие Делали Неправильно Нельзя Только Таймингом Объяснить Нет Более Того Более Того Мы Сейчас Даже Задаем Этот Вопрос Напичек С Фаундером А Что Вы Делаете Неправильно Что Вы Делаете Так Что Все Остальные Весь Основной Рынок Считает Неправильным Или Безумным Ну Потому Что Если Компания Плывет Строго По Течению Делает Ровно То Что Все Остальные Делают Ну Она Может Выделиться Только Какими-то Гигантскими Местициями То Скорее Сво Не Может Потому Что Если Правильная Стратегия Выиграна То Выиграет Корпорация Потому Что Корпорация А Привы Больше Денег Чем Любого Даже Самого И мы Складываем Что Вы Делали Неправильно Что Вы Делаете То Что Весь Рынок Считает Неправильным И Вы Ну То есть Это Может Быть Даже Один Из Таких Важных Вопросов Если Вдруг Фаундер Говорит Что Нет Я Все Делаю Правильно Может Быть Это Даже Будет Какой-то Красный Флажок Потому Что Он Слишком Правильный И Наверное Наверное Он Может Построить Прибыльную Компанию Но Если Мы Делаем Про Венчину Историю То Наверное Нет Класс А Что Вы Делали Неправильно Если Не Секрет Что Неправильно В Хорошем Смысле Вот Что Именно Почему Что Что С Вообще Не Соображает Что Они Делают А Вы Именно Взяли Я Не Знаю Какой-то Customer Fit Какой-то Правильный Пэкеджинг Каналы Дистрибуции Другие Прайсинг Мы Много Чего Делали Неправильно Много Чего Делали Неправильно И Ну Я Просто Пытаюсь Выделить Самые Главные Факты Ну Наверное Первый Мы Вышли На Рынок Мы Хотели Очень Быстро Жаски На Рынке Он На Сам Дельну Конкуренция Уже Там Была И Более Того Клиентов Было Довольно Сложно Перетягивать Но От Рынка Был Такой Что Если Мы Приходили Клиентам Говорили А Давайте Мы Поможем Настроить Даже Если Вы Наш Клиент У Вас Возникают Какие-то Сложности Давайте Мы Будем Решать А Потом Когда У Подойдет Период Обновления Антивируса Вы Уже У Нас Купите А Нет Там Где Вы Покупали И То Есть Такой Потом Уже Мы Узнали Эти Все Слова Фремиум Там Трайм Бай И Прочее На Рынке Так Никто Не Делал А Мы Подумали Ну Что У Надо Что То Делать Клиенты Вот Просто Так У Нас Не Покупают Пошли Говорят У нас Там Во-первых Период Продления Во-вторых Мы Уже Мы Уже Там И так Покупаем У нас Все Нормально У нас Все Хорошо И Мы Начали Узнавать То есть Мы Не Продавали Какую Инновацию К сожалению Мы Продавали Такой же Продукт Microsoft 1s Берского Который Десятки Других Компаний Продавали И Мы Пытались Как-то Выделиться Вот Мы Решили Это Сейчас Звучит Достаточно Банально И Глупо И Понятно Но Это Было Довольно Эфично Потом Когда Мы Начали Очень Быстро Съедать Доли Других Реселлеров Ну Там Касперского В первый Год Стали Получили Даже Диплом От Вкрытия Года 2003 Хотя Только В середине Года Начали Работать Потом Уже Там И Начали Другие Реселлеры Типа Жаловаться Как Это Там Вендор Не Регулирует Свой Канал Что Это Один Больше Других Подает Еще И Наших Клиентов Перемат И Собственно Касперский Нас Решил Статуса Потому Что Мы Себя Он Сказал Вы Должны Продавать Только Своих Клиентов Чужих Чужих Вы Не Должны Продавать Потому Что Такая У Нас Канальная Политика Партнерской Программы И Мы Обиделись Ну Как И В общем С нами Они Разорвали Контракт Вот И Нам Мы Решили Тогда Работать С вендорами Которых Нет В России У которых Нет В России Представительств Соответственно Канала Это Ну То есть Это Бред По идее Потому Что Вендор У которого Офис Который Реклама Вкладывается Который Формирует Спрос А Преселлер То Дело Просто Бокс Музинг А тут Мы Решили Блин Мы Будем Продавать Тех Кого У кого Кого Нет В России Соответственно У кого Нет Преселлеров Нет В общем Никто Нам Не Помешает Делать Так Как Мы Хотим И В итоге Вот Так Привели Сет И Касперский Над нами Сменялся Наш Падок Всем Будем Ну Доктор Веп Идет Продать Ну Манты Продавайте Какой Исет Кто Его Никто Не Знает И Собственно Через Два Года У нас Было 10% Рынка Сейчас У нас 30% Рынка Мотивирусов Сейчас Исета Продается В России Больше Чем Всех Остальных Зарубежных Вендоров Вместе Взятых Причем Так Может Даже В два раза Больше Чем Всех Остальных Вместе Взятых Ну и собственно Именно у Касперского Долю-то подъели Ну мы в основном Всех остальных Сели Потому что Касперский Со своим Импортозамещением Да-да-да-да Всех Государственной Поддержкой Там Сертификатами И так и прочее Там довольно Сложно Двигать Там Убор Сегмента Но в частном Сегменте Мы Как бы Лидеры И Точно Семь Касперского И Людина Точно Больше Любят И сделали Мы это Абсолютно Вопреки Сложившимся Тогда Правилам На рынке Класс Слушай Шикарная История Я ее Не знал Но Как бы Получается Что ты Противоречишь Потому что Говоришь Что вы были Удачливы Вы не в самое Удачное Время Начали Потому что У вас были И конкуренты И рынок Был не такой Большой И получается Поправь меня Если не прав Но вот этот Пинок От Касперский Что типа Все Идите отсюда Как раз Вы сказали Эх так Ребята Нифига Будем бороться И в итоге Ну просто Дико Круто То есть Вот Бывает Да И да И нет У нас Была Просто Звериная Мотивация Всем Все Доказать Парни Как раз Я вот В этих Переговорах С Евгением Касперским Я не участвовал А участвовал На моих партнерах Они возвращаются Поздно Вечером А я Вовсе Сижу Ну что Ну как Есть Хорошая Новость И плохая Сергей Ну давай Начинай с хорошей Ну говорит Что Хорошая Новость То Что Там Там Сидел Евгений Касперский Наталья Касперская Глава Службы Безопасности Вот я Говорит Я Он сказал Это Немножко Некультурно Я Не испугался И послал Их Всех Очень далеко Это Хорошая Новость У тебя Такой Смелый Партнер Побед Ну Говорит А плохая Новость Завтрашнего дня У нас На Касперского Процентов 80 От продаж Проходилось Завтрашнего Дня У нас Нету Бизнеса Давай Ты умный Давай Придумай Завтра Будем Пониматься И у нас Была Очень Высокая Мотивация Да Это С одной С другой Стороны Если Ты Спросишь Евгения Касперского А когда Когда Был В истории Лаборатории Касперского Самый Неудачный Антивирус Когда Вот эти Все Тормоза То Что Касперский Тормозит Это Версия 4.5 Которую Выпустили В середине 2004 Года И с нами Они Контракт И мы Начали Работать С этим Тоже Ну Как бы Примерно В эти Месяцы То есть У Касперского Выходит Самая Неудачная Версия В истории А мы Приходим С абсолютно Неизвестным Антивирусом Но который Тогда был Реально Технологический Лидер То есть Мы Тоже У нас Была Возможность Притащить Какой Софос Ну Какие-то Более Авмарка Что Авмарка Сисадмина Что Он Классный Быстрый Хорошо Работает Ивристик Ну То есть Он Тогда Был Прям Сейчас Там Все Антивирусы Уравнялись Чуть Хуже Чуть Лучше А тогда Сет Супер Отличался И С одной Стороны Да Было Сложное Время С другой Стороны Нам Повезло Что У Касперского Была Самая Плохая Версия Мы Так Выгодно Отличались Российский Офис Потому что До этого Они были На слабоне Потому что Доктор Веб Медленно Умирал Именно После Нашего Мы Пришли В Россию И после Этого Касперский Начал Сильно Расти В мире Мы Забрали У них Пару Десятков Процентов Рынков России И так С точки День Пара Очень Хорошо Их Нахлобучили Они Я знаю Как Инсайды Они Очень Сильно Нахлобучили Их Очень Зарегулирован Без Сертифатов То есть Там Открытая Часть рынка На которой Можно Конкурировать Она Не такая Большая И мы На этой Открытой Части Рынка Просто Разорвали Касперского И Они Поняли Что Что-то Они Делают Не Что-то Как-то Они Расслаблены И Пересобрались И С тех Пор Я считаю Что Высокий Уровень Конкуренции В домашнем Рынке Он Дает Очень Хороший Импульс Построенной Народной Истории Я думаю Что Там Маленькая Толика Затурги В том Что Касперский Потом Германия Стала Один из Лидеров В других Европейских Станов В Азии В общем Есть То Что Мы Держим В тонусе В России Класс Класс Слушай А история Очень Мне Напомнила Одну Из Моих Любимых История Одна Из Наших Лучших Компаний На самом деле Райк Мы там Были Самыми Первыми Инвесторами И когда Они К нам Пришли Вот Очень Похоже То Что Ты Рассказываешь Просто Я Слушаю Думаю Вау Жалко Нет Андрея Филева Основателя Райк Они Мы Познакомились Когда У него Было Теперь Уже Это Не Тайна 15 Человек В Питере И он Один В долине Все Вот Вся Компания И Они Сделали Такой Project Management Software Которые Они Сказали Типа Это Лучше Microsoft Project И Это Лучше Asana Которая Уже Тогда Была Более Или Немножко Известна У них Еще Со Временем Появились Огромные Конкуренты Типа Smartsheets И так Далее Вот И Я Помню Когда Мы Только Встречались У всех Было Такое Ощущение Что Какие Мальчишки Очень Молодые Очень Очень Молодые Ребята Один Человек Вообще Один Просто Здесь Который Бегает По Всем И У него Там В Питере Но История Не Про Это История Ровно Про То Что Говоришь Ты Он Приходил Клиентам И Клиенты Говорили Типа Вот Ты Стал Когда Рассказывать Вначале Я Тебя Спросил Чем Вы Отличались А Ты Стал Говорить Мы Приходили Клиентам И Говорили Что Вам Сделать Чтоб Сделать Частливыми И Они Это Делали Они Не Просто Говорили Вот У Вас Там Вот Так И Все Они Говорили А Вот Какие У вас Боли Клиент Говорил Блин Мне Был С этой И Арпишкой Синтегрировать Другой Говорил Мне Был С Рэмкой Вот С Это Я Не Могу Они Ребят Вообще Не Счастливы Бежали К Другим Клиентам Те Клиенты Тоже Были Счастливы Они Для Всех Что-то Такое Изначально Делали Достаточно Опасный Конечно Подход Потому Что В итоге Можешь В отличие От всех Остальных Говорили Вот Решение Все Они Говорили Вот Как Сделать Вас Счастливым Ужасно Интересно Ну Супер Да Я Я К Этому Только Добавлю Моя Любимое Изречение Насчет Того Что Одному Известному Бизнесмену Сказали Блин Чувак Тебе Тебе Очень Везет Дико Удач Он Говорит Я Абсолютно Прав Я Ужасно Удачлив И Чем Тяжелее Я Работаю Тем Удачливее Я Становлюсь Мне Кажется Это Про Тебя Чем Тяжелее Ты С Партнерами Пахал Тем Удачливее Еще Один Вопрос Мы Как Начали С Интересно Может Сделаем Отдельно Еще Потом Эпизод Где Ты Прям Вот Презентацию Была Она Такая Крутая Мне Дико Можно Попробовать Да Ну Если Про Будущее Я Могу Тогда Я Хочу Немножко Отойти Отойти Потому Что И Одним И Мы Живем И Собственно Если Мы Говорим Про Будущее Десятков Лет Тридцать Пятьдесят Лет Водим Такое Далекое Но Очевидно Что С нашей Сингулярностью Что-то Должно Невероятное Произойти То Больше Всего О чем Я Переживаю На самом Деле То Что Мы Будем Скорее Всего Волноваться Не о том Что Там Как Как Связаться Как Бизнес Процессы Повысить Эффективность Мы Будем Я думаю Переживать О том Как Прокормить Десять Миллиардов Человек Что Делать С тем Что Вот Есть Такая Экологическая Аблинация There is No Planet B То есть Планета B При всем Уважении К Илону Маску Считаю Считаю Проще Проще Решить Проблемы Вот Этой Планеты Чем Обустроить Другую Красную Планету Которая Насколько Я знаю Не очень Приспособлена Для Комфортной Жизни Наша Планета Прекрасно Приспособлена Для Комфортной Жизни Но Мы Во-первых Прямо Сейчас Там Два С Половины Два И Шесть Ресурса Этой Планеты Съедаем Ну То есть Там Каждый День Мы Два Солна Раза Больше Потребляем Чем Эта Планета Воспроизводит Плюс Экология Плюс Все Остальное Тайне Редников Ну В общем Все Кто Хочет Этим Поинтересоваться Ну Я думаю Многие Примерно Понимают Я Просто Люблю Путешествовать И Боль Я Люблю Путешествовать По Всяким Таким Антарктика Арктика Всякие Дорогие Места Ну Вот Реально Когда Там На Шпицберген Мы Ну То есть Прилетели На Шпицберген И Ходили На Корабле Обычно Вот Север Шпицбергена Он Во Льдах Прям Плотно Стоит Сейчас Пожалуйста Там Дальда Надо До Прям Это Видно Ну И В Антарктике Тоже В Антарктике Я Был Некоторое Время Назад Но Там Тоже Ну Прям Там Понятно Что Основная Плита Она Не Растает Но Вот Вокруг Все Очень Тает А Уже Там Не С Какой Скорость Тает Ледники В Новой Зеландии Или В Исландии Там же Эти Ледники А Сейчас Прям Люди Это Прям Вот Видно Невраженным Глазом Понятно Что Есть Вот Эти Волантильность Природная Там Когда Период Потепления Но Все Но Есть Очень Много Необоротимых Процессов И Вот Это То Что Меня Больше Всего Тревожит И Я Думаю Что Через 30-50 Лет Человечество Будет Очень Сильно Задачено Этими Процессами Потому Что Во-первых 50-70 Процентов Населения Вдруг Начнут Жить В Невыносимых Условиях Супер Жара Нехватка Базовых Потребностей Сейчас То Что В Африке Происходит Мало Немного Покажется Детским Детским Лети Вот Если Вот Так Вот Немножко Долгосрочно Я Хоть Человек Оптимизм Оптимист Пожить Краткосрочно Я вижу Больше Позитивных Вещей Но Долгосрочно Мне Кажется Это Есть В этом Проблема И Мне кажется Мы не очень хорошо Понимаем Как ее решить Я абсолютно уверен Всякие Государства Эту проблему Не решат Чиновники Эту проблему Не решат Более того Вот эти Всякие Киотские Протоколы И прочие Это все Не про решение Проблемы Это все Про какую-то Бюрократику Мне кажется Да Эту проблему Могут попробовать Решить Предприниматели Там Если Илон Маск От От Марса Отвернется К нашей Депутат У него может Что-то Хочется Ну Между прочим Он там Некоторые Проекты Которые Позитивно Влияют На Экологию Делать Но Я думаю Что Тут Как бы Предприниматели Должны Думать Об этой Проблеме И Если Они Не решат Эту Проблему Никто Ее Решит Действительно Придется Намарш 50 70 Слушай А ты знаешь А я Больше Думаю Как бы Не то Что Думаю Как ее Решить Но Больше Вот Постоянно Думаю На Тему Того Что Повальная Автоматизация Роботизация Пол Полный Полная Замена Огромных Частей Сельского Хозяйства Фудтеком И так далее И так далее Грядет со страшной Скоростью И Та Безработица Которая Вдруг В Америке Всегда Очень низкий Был уровень Безработицы Которая Сейчас В Америке Там Просто Страшные Цифры Люди Говорят Мне кажется Это не временно Мне кажется Что Очень быстро Сейчас Начнут Роботы Внедряться Автоматизация Внедряться Решоринг Начнется Который Народ Радуется Что Будет Решоринг Что Не в Китае Или в Малайзии Будут делать Но Зря Они Сильно Радуются Потому Что На этом Заводе Как В Виктория Секрет Три Человека Работать Особых Перспектив У многих Людей Нет И Я Ожидаю Что Мы Очень Скоро В нашей Жизни Может Скорее Чем мы думали Увидим Колоссальные Рейтинги Безработицы Тридцать Сорок Десять Семьдесят Процентов И Нам Придется Жить С таким С Юби Универсал Бэйсик Инком С таким Как ни странно Социализмом Как ни жутко Звучит Для постсоветских Ушей Заставших Все ужасы СССР Вот Что Ты думаешь На эту тему Нам Как-то Это Можно Избежать Эту Проблем Я Еще Один Сайт В частном Разговоре Это было Уже В конце В конце Апреля Ну в апреле Общался С одним Из Скажем Людей Политической Элиты Нашей страны И Как бы Он сказал Такую фразу Которую Сначала Мы Разговаривали Вот Ровно Об этом Он сказал Для нас Для нас Факт Необходимости Введения Безусловного Базового Дохода Рано или Поздно Это Прямо Вот Факт Это Неизбежно Хотим Мы Это Не хотим Нам Придется Это Делать И Я Был Удивлен Ну То есть Там В Америке В Швейцарии Про это Часто Говорят В России Такие Разговоры В публичном Пространстве Редко Бывают Можно Сказать Что Там Ряд Высоковыставленных Финомиков Они Прямо Считают Это Неизбежно Я Сразу Подумал Может Быть Поэтому Может Быть Поэтому Российские Власти Так Противятся И Делают Все Чтобы Не Росли Доход Благосостояния Населения Это Тогда Придется Платить Больше Дохода А так Население Бедное И Базовый Доход Проще Водить Может Это Вот Какая Задумка Ты не думаешь Тогда Что Counter Я не знаю Как сказать Counter Intuitive Против Любой Интуиции Логики Что Платится Этот Материнский Капитал Что Типа Рожаете Детей Это Абсолютно Бессмысленно Это Не только Про Россию Это Я вообще В ужасе Смотрю Весь Запад Вот Все Это Последних Десятилетий Давайте Я сам Иммигрант Я 25 лет Живу В Америке Но Давайте Давайте Привезем Сюда Людей Давайте Привезем Людей Потому Что Нам Нужно Чтобы Люди Работали Но Это При том Что Я За Свободу Передвижения За То Чтоб Человек Выбирал И так Далее Но Ты же Открываешь Страшнейшие Банки Червей С тем Что Ты Привозишь Все Больше 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 Людей Не Понимая Что Через Какие-то 5-10 лет Уровень Безработицы Будет Страшный Это Просто Как бы Рожаются И приезжают Люди Которых Просто Нужно Будет Содержать С этим Ничего Не Убивать Жих Я Читал Серьезные Исследования На эту Тему А он Даже Одного Из Последних Нобильских Павриатов Экономики Фамилия Вылет Ну Не важно Дэнни Канеман Скорее Всего Дэнни Канеман В общем Он Как бы Он Пишет Что Как бы Короче Он Пишет Вот Этой Ловушке То есть Политик Успешен Когда ВВП В стране Растет А так Уж Ложилось У нас За последние Десятилетия Индустриализации Что ВВП У нас Растет Когда У нас Там Население Растет То есть И потребление Растет И соответственно Рабочие руки И то В основном Потребление Ты живешь В демократическом Штате И там Мои Знакомые Республиканцы Вот Они любят Ругать Демократов За то Что они Расплодили Социалистов И потребителей А теперь Когда про бизнес Говоришь Ну в общем Ты эти все Разговоры И претензии Знаешь Лучше Меня Вот И это Собственно Это ловушка Политиков То есть Публичная Политика Особенно В демократических Странах Это такая Это вот такая Палка О двух концах Мягко скажем И когда Я в эту Ловушку Политики Там популисты Которым еще Приходится Ну то есть Которым Участвовать В выборах Они попадают В эту ловушку Ну вот Самый простой выход Это тот О котором ты говоришь О стратегическом Безусловно Не самый правильный Но Вот Ну вот Мы Обратная сторона Демократии Это не значит Что я там Апологет Я понимаю В правовых режимах И все такого Но Демократии Тоже имеют Свои определенные Они Конечно Конечно Я думаю Мы зря Абсолютизируем Я как раз Да Я там Сторонник Демократии Все дела И живу В Калифорнии Но Да Я думаю Что точно так же Люди Когда-то Сидели При там Феодальном Строе И говорили Блин Как круто Феодальный Строй Он такой Классный Вот там Крестьяне У меня Там Поденщина Барщина Все дела Все классно Классный Строй Работает Смотри Культура Знаешь Почему Какой основной Фактор Почему Появился Феодальный Строй Ну Есть много Я историк Скажи Интересно Очень Ну Свободный Труд Более Производитель Совсем Кратко Свободный Труд На тот Момент Был Производитель Рабского Мое Мнение Мое Мнение Ну То есть Понятно Что Факторов Как всегда Много Но Мое Мнение Что Это Стремена То есть Ну В До Стременную Эпоху Воевать Появление Стремен Да Да Воевать На Лошади Было Тяжело И Пехота Выигрывала Соответственно Пехота Должно Быть Пехоты Много Соответственно Должна Убираться На Свободу Граждан И Чем Больше Армия А Когда У Тебя Появились Стремена Ты Мог В доспехах Сидеть Ты Мог Сильно Бить И Соответственно У тебя Маленькие Отряды Хорошо Вооруженных Всадников Разбивали Большие Отряды Пехоты И Соответственно Ну Вот Это Моя Гипотеза Причин Много Но Вот Стремена Это Как Та История Что Лошади Знаешь Да Почему Да 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 Расскажи Потому Что Наши Наши Слушатели Ну Собственно Когда Как Ракету Когда Собирают На Заводе Там Из Разных Ну Ступень Ее Нельзя Собрать На Месте Старта Я Нужно Перевести А Ее Переводят Обычно Там Мрия Мрия Буран Перевозила Обычно Железной Дороги Редко Какая Железная Дорога Там Без мостов Без Каких-то Туннелей Ответ Можно Чтобы Быть Не Шире Локомотива А Эти Туннели Они Поймитесь Еще С тех Пор Когда По Этим Туннелям Ездили Повозки Ну И Соответственно Повозка Это Обычно Где Лошади Ряды Именно Вот Ширина Локомотива Это Грубовая Два Купа Лошади Соответственно Ступень Ракеты Это Максимально Возможные Локом Ракеты Которые Надо На заводе Производить Он Он Должен Быть Точно Не Шире Вот Этих Двух Трупов Лошади Ты Видел Кстати Здесь У нас Этот Потрясающий Насовский Ангар Когда Едешь Из Сан-Франциско Долины Или Обрат Да Я там Даже Был А Да Вау Я Сингулярити Правильно Там Сингулярити Класс Ну там Конечно Я не был Внутри Кстати Я видел Ютуб Видео Про то Что Внутри Было Интересно Слушай Да Вот Эти Темы Блин Мы С тобой Проговорили Уже Час Пятнадцать Далеко От Венчура Да Ну Я Надеюсь Что Всем Это Ужасно Интересно И Ты Человек Ужасно Интересный Я Думаю Чем Завершить На самом Деле Темы Которые Сейчас Начали Много Чего Интересного Было Сказать Давай Может Если Ты Не Против Просто Мы Уже Почти Час Двадцать Если Ты Не Против Давай Оставим Эпоху Русского Предпринимательства И Твою Презентацию И Сделаем Еще Одну Через Какое То Время Александр Как Ты Я Не Утомил Тебя Своими Вопросами Всех Да Не Мне С тобой Ты Знаешь Мне С Надо Я Сам Не Люблю Очень Длинные Ролики На Ютубе Там Конечно Можно Посмотреть В Ускоренном Режиме Но Все Ромо Да Как И Делают Друзья Мы Александр Чачава Давай На Прощание Еще Раз Сформулирую Вещи Которые Которых Я Вам Уникальный Человек С Очень Глубоким Знанием В своей Области В которой К удивлению Я узнал Что ты Сделал Только Одну Инвестицию Я Поражен Это Очень Интересно Я Еще Больше Буду Думать На Эту Тему Человек Построивший Очень Серьезную Компанию С Продажами Более 100 Миллионов Долларов И Одного Из Мега Лидеров В Сегменте Лето Человек Основавший Стратегию А Я Вам Друзья Стартаперы Напомню То Что Я Сто Раз Еще Говорил Еще Сто Раз Скажу Когда Вы Идете К Инвестору Узнайте Кто Он Или Она Почитайте Об этом Человеке Посмотрите На Сайт На Интервью Потому Что Очень Часто Вы Приходите Не Знаю К Кому Вот Это Человек С Которым Мне Дико Интересно Поэтому Александр Спасибо Тебе Давай Через Какое-то Время Сделаем Вторую Часть Я Бо С Огромным Удовольствием По Презентации Прошелся Куча Таких Интересных Вопросов И То Что Мы На Самом Деле Мы Немножко Я Немножко Обманул Получается Наших Зрителей Потому Что Я Я Как раз Думал Назвать Эпоха Русскоязычных Предпринимателей А Это Придется Нам В следующий раз Раскрыть Хорошо Давай Да Получилось Проскременно Да Получилось Ну Кстати Со стремян Можем и начать Александр Спасибо тебе большое Было супер Замечательно Александр Чачава Удивительный человек Да Спасибо Где стартаркотики Как растут стартаркотики Кто у нас стартаркотики Занятые рекордами Международные рекордами Встреча Субтитры создавал DimaTorzok